Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Катерина, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы посетим Аппенцель. Аппенцель находится на северо-востоке Швейцарии и полностью окружен кантоном Сан-Галлан. Я расскажу вам, чем знаменит этот регион, чем здесь можно заняться, что здесь можно покушать и что здесь можно посмотреть. Название Аппенцель происходит от латинского «Abbatis Sella», в переводе это «поместье аббатства». Имеется в виду аббатство Святого Галла, которое оказывало колоссальное влияние на местность в прошлом. Аппенцель стал независимым от аббатства Сан-Галлан в 1403 году и вступил в союз со старой швейцарской конфедерацией в 1411 году. Город Аппенцель является столицей кантона Аппенцель-Эна-Роден. Это самый маленький швейцарский кантон. Он расположен у подножия Альпштайн, в самом сердце очень живописного холмистого пейзажа. Городок имеет очень такой домашний, очаровательный характер. На мой взгляд, здесь также можно прочувствовать настоящую Швейцарию. Что же есть в настоящей Швейцарии? Давайте зададимся вопросом, что делает Швейцария Швейцарии. Но это точно не язык. Здесь их четыре, крошенные Швейцарии, люди говорят на итальянском, французском, немецком и даже романском. Что делает Швейцария Швейцарии, можно сказать, наверное, горы и образ жизни, к которому они принуждали людей. Жизнь в Швейцарии была тяжелой. Швейцария не всегда была богатой. Страна долгое время была разделена на небольшие города-государства, которые боролись друг с другом за господство. Жизнь среднего швейцарца была тяжелой. В основном зависела от поголовья, в первую очередь, коров. Поэтому во многих отношениях жизнь следовала сезонам. Летом выводили коров на зеленые поля, высокие горы, на зиму их спускали. На сегодняшний день даже есть фестиваль, церемония спуска крупного рогатого скота осенью. Регион также известен сельскими обычаями, традициями, культурными мероприятиями, такими как народная музыка, деревенские танцы и многое другое. Ну и из того, что здесь можно попробовать, регион особенно знаменит своим ростли. Ростли – это вот такой картофельный блин. Наверное, в России что-то подобное есть в виде оладьев, когда мелко нарезается картошка, все это заливается каким-то тестом и жарится. В Аппенселле вы можете ближе познакомиться с деревенским образом жизни Швейцарии, включая разнообразные обычаи, культурные традиции, произведения искусства и многое другое. На улице много чего происходит. Круглый год во время карнавала фастнах шествуют по улицам, танцуют, поют, прощаются с зимой. Весной можно увидеть собрание кантонов, очень такое церемониальное событие. Процессию корпус Кристи – это альпийские восхождения, когда фермеры со своим скотом идут на зеленые пастбища. В конце альпийского лета на территории идут пирования. В деревне происходит большое количество выставок домашнего скота. Зима обладает особым шармом, с восхитительным ароматом выпечки и горячего вина. Ну а теперь небольшой тур по местным пекарням. Это кондитерская пекарня, называется «Три короля». Эта пекарня очень знаменита клубничным муссом и яблочным пирогом. Он подается в ванильном соусе со сливками. Оба десерта были совершенно потрясающими, поэтому рекомендую попробовать и то, и другое. Субтитры создавал DimaTorzok Старый город совершенно очаровательный. Обязательно прогуляйтесь по улочкам, посмотрите на прекрасные здания и попробуйте все, что можно попробовать здесь. Как вы уже поняли, этот регион очень традиционный. Здесь также верны ремесленники своим ремеслам. А Пинцель – это место, где можно увидеть традиционных ювелиров и представителей баварского народного искусства. Это люди, которые делают очень такую замысловатую ручную вышивку. Вкусные удовольствия не ограничиваются едой. А Пинцель также славится пивом, которое варится в соответствии со старинным секретным рецептом. Пивоварня Лохер даже создала здесь центр посетителей для любителей пива Аппенцеля, где вы можете узнать факты о пиве, даже его попробовать, но не узнаете рецепт. Знаете ли вы, кстати, что пиво было одним из самых традиционных напитков на протяжении практически всей истории человечества. Его часто пили вместо воды, потому что пиво было безопаснее, чем вода. И оно использовалось в качестве способа оплаты на протяжении многих поколений. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну а теперь к моей, пожалуй, самой любимой достопримечательности города. Это замок Саттер. Он был построен в конце 1400-х годов, то есть 15 век. В то время швейцарцы строили в основном оборонительные замки, чтобы укрепить своих благородных граждан и их защитить во время конфликта. Замок Саттер был построен Антоном Лев. Антон был очень богатым и любимым человеком в городе. Однако Антон Лев был приговорен к смертной казни, когда он был признан виновным в прелюбодеянии. То есть вот не только строил он замки. Семья Саттеров после этого не могла взять под свой контроль семейный замок еще на протяжении 300 лет. Лишь в начале 1800-х годов семья достигла уровня богатства, чтобы взять под свое влияние этот замок. Роман Саттер был врачом, очень знаменитым врачом, и предоставил возможность вернуть замок семье. По этой причине замок иногда называют Домом врачей. Для тех, кто любит проводить время на свежем воздухе, Апанцели и его окрестности предлагают прекрасную зону отдыха. Наслаждайтесь природой и откройте для себя свой личный, любимый маршрут. Мой любимый маршрут – это поход на озеро Зе Альпзе. Вот вы его сейчас видите и летом, и зимой. Оба сезона идеальны, на мой взгляд, для посещения этого прекрасного озера. Оно очень близко расположено от Апанцели, вы можете пешком туда добраться, порядка двух часов вам понадобится, или на общественном транспорте проехать пару остановок, и потом это займет только час. Музыка. Музыка. Отсюда вы также можете добраться на канатной дороге до знаменитой горы Эбен-Альп, а оттуда рукой впадать до вот этого ресторана. Музыка. 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 Ну, а на этом, мои дорогие друзья, наше путешествие подходит к концу. Надеюсь, что вам понравилось, было много полезной информации. Поставьте лайк, если понравилось видео, подпишитесь, если хотите увидеть больше подобного контента. Ну и до скорых встреч!